приветствую вас мои дорогие друзья вы на канале вязание и я меня зовут юлия сегодня я вам поведаю что творится у меня в вязальной жизни несмотря на то что вернулась страшенная жара в нашу область все таки я неплохо поработала в эти дни когда когда выпускала влоги на канале и сегодня покажу вам обязательно что я связала что я начала вязать ну в общем обо всем по порядку в первую очередь я хочу объявить о записи на курс регланомания курс по всем видам реглана с анатомической посадкой с построением различных форм горловины с выточками с ростками то есть объемный большой курс он рассчитан на 7 дней обучения обучение проходит закрытой группе ватсап подробная программа курса будет опубликована на моей странице в vk девочки в instagram попасть я уже несколько дней не могу поэтому кто ждал кто интересовался пожалуйста вы можете ознакомиться с условиями приобретения курса 10 августа стартуем набираю одну группу вслед за регланоманией 22 августа у меня стартует курс кокетливый в августе больше не будет никаких курсов на курс кокетливый также можно уже начинать записываться потому что тоже количество участников будет ограничено по курсу кокетливому я также опубликую пост но не сегодня а в последующие дни в на своей странице в vk тоже можете ознакомиться но в принципе у меня по посты и предыдущие были вы можете пройти познать ознакомиться с программа если вас это интересует как записаться лучше всего если вы напишите мне на мою почту которая адрес которая будет под этим видео но если вдруг вы не помните адрес своей почты не можете по электронной почте со мной связаться конечно вы можете обратиться ко мне в любую социальную сеть в к о к ну и куда вам будет удобно сюда писать не надо здесь здесь насчет записи на курс никаких ответов вопросов я не даю и никого в ю тубе не записываю так что 10 августа это у нас регланомания 22 августа курс кокетливый тоже большой но не настолько кокетливый не настолько большой курс он рассчитан на 5 дней обучения каждый курс сопровождается подробным попетельным мастер-классом где я показываю все основные конструктивные элементы курсы регланомания это на мастер-класс на худи сочный который связан в технике реглан погон с применением интарсии а кокетливый это мастер-класс на джемпер него мои хорошие ну все объявила о записи самое главное я знаю что очень многие из предыдущих курсов ждут у меня открытия записи и некоторые уже даже записались поэтому девочки мои объявляю можно записываться значит теперь по моему вязанию ну у меня есть готовые работы в полном объеме у меня довязаны два моих плечевых изделия вы видите они полностью готовы но представить их вашему вниманию я не могу потому что жара просто физически не дает возможности отфотографировать и показать вам эти изделия я думаю вы понимаете да что климата есть климат и где-то наверное конец августа в лучшем случае я смогу провести фотосессию этих изделий и обязательно вам покажу подробно расскажу что и как в общем я могу сказать однозначно я этими изделиями довольно общем две готовые работы у меня есть помимо них у меня есть еще одна малюсенькая готовая работа куда я ее дела вот она все падает речь идет о носках которые я связала для моего мужа 45 размера девочки они у меня постираны но они у меня не заблокированы потому что у меня нет просто физически блокаторов такого размера это это лыжи я все время думаю что там вязать носки да там 47 размер ой я вижу 47 я все время вспоминаю зрительницу свою которая мне писала я уже полгода вижу носки 47 размера черные пряжи увы герой действительно в общем я связала он меня не просил он не носит носки знаешь что у нас теперь есть беседка мы долгое время до самых самых поздних холодов мы будем находиться на улице плюс смена работы мы не знают каких каких условиях ты будешь работать да пусть они у тебя будут в общем вот такие носки они очень простенькие не буду вам сейчас полчаса о них рассказывать я расскажу вам о пряже которая работала эту пряжу я получала в подарок от алены абель это лана гроза итальянская пряжа называется вот вы видите я не буду ломать языки они не способна читать на этих языках это 6 нитка друзья я первый раз работала такой пряжей и ее отличительная особенность что в матке было 150 грамм я думаю зачем так много понятно что если вязать допустим женские носки или детские носки то из матка получится две пары минимум это женских носков и если детские я не знаю три-четыре пары точно 6 нитка говорит нам о том что пряжа толстенькая то есть я не знаю девочки продается такая пряжа в россии или нет но те кто живут в европе и если вы любите носочки не тоненькие а такие прямо ух такие хорошие настоящие видите насколько они толстенькие такие прям прямо замечательные я вязала на спицах номер три они такие прям ну 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 прям хорошие я вам скажу значит единство единственное что мне не совсем понравилось ну как не то чтобы не совсем понравилось пряжа жесткая я не могу сказать что она колючая но для сейчас мне вообще все колючее для меня сейчас в данный момент когда очень жарко для меня вообще все колючее даже хлопок для меня сейчас колючий вот я не могу сказать что она колючая да но для особо чувствительной кожи я у мои ноги вообще не чувствительная кожа и у саши тоже но есть люди которые действительно там чешутся и колется им все вот тогда вам это пряжа не подойдет она жесткая но я не могу сказать что она как деревенская шерсть грубая например да нет но прилично жестковатая она немножечко я не знаю видно будет не видно выдала пушок наверное вам ничего не видно но пушок действительно есть и узнаете когда их постирала они прям такие вытянулись хотя здесь классический состав по моему если не ошибаюсь 80 процентов 620 полиамид 390 метрах в 150 граммах и вот производитель не просто так 150 грамм этот моток забубенил потому что этого мотка хватит на 47 размер у меня от 45 размера осталось сейчас покажу меня остался вот такой вот небольшой моточек но вот как раз если бы вязать 47 пряжа ушла бы в ноль на 45 осталось совсем немножечко джинсовый цвет такой красивый вот что еще могу сказать а когда я постирала они меня так вытянулись боже мой я так долго не вязала неужели мне придется их распускать и перевязывать долго вязала потому что у меня не было времени ну сезон лето сезон консервация и все прочее я думаю вы меня понимаете значит здесь обычная классическая пятка я ее люблю больше всего ее называют бабушкиной пяткой чтобы не было скучно по верху и опустила дорожку из изнаночных петель то есть три лицевые 1 лицевая которая меняется на изнаночную в каждом третьем ряду потом 5 2 ряда лицевой 1 изнаночная вот так они смотрятся очень даже неплохо ну когда они высохли пряжа в обратное положение вернулась конечно это желательно делать на блокаторах но у меня самый большой блокатор 41 размера вот еще одна готовая работа я могу назвать ее готовы потому что если посчитать количество рядов да и сколько я вязала можно было связать смело плечевое изделие далее друзья думаю ну ладно у меня вот остался один процесс как бы который я вообще не продвигала я говорю сейчас о дорогом богатом моем изделии я ну о нем пока рано вообще что-либо говорить думаю надо начать что-то другое а что другое потому на носу школа слава со всего вырос и я решила поискать узоры для изделия которые я буду вязать для него приготовила пряжу он гулял пришел и говорит мам что делаешь в общем смотрите сами как это было тут и мама говорит делаешь я говорю да вот узор выбираю тебе это на что не на джемпер в школу это можно я тоже можно что-то сейчас только что сказала расскажи зрителям громко а чё седра как у сергея бодрова вы поняли да а потом говорят вот блогеры вяжут английскую резинку один начал вязать начали вязать ее все патентные полупатентные отношу туда же ростовой в ростовские французские кофточки начали все вязать все вяжут французские кофточки вот скажите имея детей как можно не не связать английской резинкой сына подожди вот английская резинка у меня понимаешь пряжа которую я тебе купила она не очень хорошо будет смотреться в английской резинке давай другой вариант какой-то найдем ну во первых это школа до что подумаешь там узор какая разница нет я не про нет там узора нет как какой какой свитер как бодрова у него английская резинка что ты имеешь ввиду хочу такой свитер может я каком-то другом думаю большой он огромный так а как ты собираешься под куртку помещаться вверх сайт конечно под куртку ты в нем не поместишься давай что-то более классическое я могу тебе связать более зимний вариант чтобы гулять чтобы гулять я могу тебе связать английская резинка если ты хочешь я хочу чтобы и в школу гулять вот как тот старый свитер но я поняла которые из этого из господи забыла yarn art мы не мелоди в общем друзья я покажу вот такое такие вот косы такие тонкие тонн плоские 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 косы хорошо давай мы посмотрим с тобой теневые узоры сейчас книга большая красивая но теневые узоры есть теневые узоры которые красивое полотно делать у меня много теневых узоров давай посмотрим вдруг ты что-то выберешь я настаивать не буду но надеюсь что ты выберешь и два цвета пряжи я тебе выбрала один серый хлопок один коричневый он более мягкий но серо-коричневый нет нет будет одноцветный нельзя в двухцветных ходить в школу я могу тебе связали два можно совместить коричневый и коричневый серый можно совместить все что угодно даже то что не совмещается а почему бы нет хорошая хорошая конечно идея но в школу нельзя в разноцветном ходить понимаешь зимой то можно гулять гулять можно в школу нельзя ты муху хлопаешь ну давай посмотрим да и вы там я пряжу приготовила на втором этаже выберешь потому что мне что одно вязать что другой одна будет более там не без разницы серый подойдет серый подойдет коричневый он более интересным когда ним такой просорить но он красиво оттенка но видно у меня в мастерской на этом лежит на свету летел сына он светло-темный сынок пряжа бывает разная но посмотришь она она хорошая мне она очень нравится и мне одна и вторая нравится посмотрю так вот друзья вы видели да мы остановились с ним ему понравился один узор причем он понравился нам обоим когда мы листали книжки с ним мы тогда о на один и тот же узор я на все наши взгляды совпали замечательно значит будем применять его потом по пряжи я покупала ему пряжу вот такую yarnart люксор мне эта пряжа очень нравилась я вязала из нее свой белый жакет я покажу вам поближе у меня есть даже обзор на канале на эту пряжу я покупала в магазине yarn 21 оставлю ссылочку под этим видео это новинка была весеннего сезона абсолютно новенькая она похожа на газал гизу очень похожа и метражом и блеском и мягкостью хлопок достаточно мягкий в спицах прям замечательно ну для крючка она толстоватая здесь 125 метров в 50 граммах рекомендуемые спицы три с половиной четыре вот значит я вязала жакет что могу сказать по этой пряжи я приготовила ее для славика цвет очень красивый серый такой да сейчас я назову номер 1217 цвет номер 1217 я специально эту пряжу как бы покупала для него для школьного джемпера но знаете что здесь в этой пряжи по кругу если вязать допустим лицевой гладью эта пряжа будет косить если применять узоры косины не будет в то есть в обратно поворотном вязании косины это пряжа не дает ну а я решила вязать регланом а почему решила потому что это самый лучший вариант для ребенка тем более для мальчика это реглан почему я остановилась на реглане сейчас вам расскажу возможно кому-то из вас будет эта информация полезна дети растут очень быстро особенно мальчишки вот в предкубертатном периоде да у них плечи в первую очередь они быстро расширяются в плечах помимо роста и вот я в прошлом году вязала ему два изделия это было изделие на круглой кокетке и ветер перемен да это где виктор цой был он одно из них было связано круглая кокетка одно из них было связано регланом вырос причем ему стало тесно не в первую очередь не по ширине ладно там рукава стали короткие ладно там не стал короткий расширяется в плечах и в первую очередь ему начинает становиться тесно по реглану хотя я достаточно хорошую линию реглана давала и достаточно большую круглую кокетку по высоте я делала но вырос и ему начало тянуть в плечевой зоне почему я не стала вязать в точную рукав или допустим реглан погон я вязала тоже на славика регланом погонам водолазку которую прекрасно относил из пряжи лючия лючия просто замечательная пряжа она прямо классная только и вязать ее долгое нудно и противно петли схлопываются и вяжешь 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 бесконечно на одном месте находишься вот значит что реглан погон классический что в точную рукав есть четкая линия плеча и вот если вдруг я свяжу ему длинные рукава я свяжу ему длинные длинное изделие чтобы там на период роста до чтобы хотя бы один учебный год он проносил это в школу но плечи сразу будут вот здесь отсюда ему будет тянуть пройма и он не сможет ее носить если даже реглан и кокетка становится тесной в области портретной зоны да вот тот тем более когда это в точной рукав или реглан погон не совсем удачные модели для детей для мужчин реглан погон шикарно например для женщин тоже а вот для деток очень быстро становится маленьким и это видно прямо наглядно поэтому я остановилась на реглане и вторую пряжу которую я приготовила это вот такая пряжа я получала ее в подарок девочки простите я столько подарков получал я не помню точно от кого ну по-моему оля и пингер мне дарила эту пряжу в любом случае спасибо дарителю я уже знакома с этой пряжи это yarnart да не может цвет камера вот так вот когда я подношу становится слишком светлая на самом деле он темненький но я в любом случае переведу вас сейчас на стол чтобы показать что я начала вязать да я хочу сказать об этой пряжи у меня из этой пряжи связано платье дни то есть я работаю не первый раз этой пряжи здесь 80 процентов хлопок 20 процентов акрил сейчас структуру ниточки вам покажу пряжа зарекомендовала себя хорошо платье я не могу сказать что я носила его бесконечно много но несколько раз надевала до несколько стирок было но две или три стирки было точно не закаталась не растянулась мягкая если сравнить допустим вот эту пряжу и люксор вот эту вот то вот это пряжа мягче ну 20 процентов акрила это стопроцентный хлопок вот выбрали остановились хотя он сказал мне мама это нравится и это нравится но выбрали вот это и когда разговаривали вы видели так как мы готовились каждый раз когда я начинаем увязать это целый такой интересный процесс до создания он же тоже в нем участвует он сказал да что мама вот как тут мой свитер я говорила о пряжи yarnart милана да это свитер параллель который она прекрасно относил два года и тоже очень хорошо вела себя эта пряжа я не знаю как как сейчас обычно когда производитель выпускает новинку она достаточно хорошего качества потом начинает мухлевать и вот тогда я еще закупила несколько цветов у меня есть несколько цветов в наличии вот этой пряжи она в матке мягче чем в изделии и здесь в составе есть альпака если я не ошибаюсь до 8 процентов альпаки 20 шерсть 8 вискоза 64 процента акрила акрила достаточно много но альпака может покалывать то есть слова я вязала свитер свитер он носил на футболочку да это когда было достаточно тепло но там гулять собирается до дома его покалывал воротник вот именно воротник больше ничего но он его очень любил он его относил вот просто не могу сказать до дыр очень такая изна застойкая пряжа not на кардиганы на какие-то кофты до которые надеваются сверху другой одежды пряжа хорошая прям хорошая ничего не могу сказать вот об этой шла речь но теперь я друзья вас переведу на стол покажу что мы остановились вот на этой пряжи покажу структуру нити покажу что я начала вязать да и ну и дальше продолжим беседу ну а пряжи друзья вот так выглядит ниточка значит смотрите она хлопковая нить светлого цвета а накручена нее сверху пушок акрила за счет чего создается вот такой эффект деним я когда первый раз работала этой пряжи я думала что будет кашлатица и знаете вот прям замечательно себя повела эта пряжа и стираю в машине эту пряжу отпариваю беспроблемно прикасаясь полотном утюга платформа утюга к вязаному полотну никаких катышек хорошо себя пряжа ведет цвет кого интересует девятьсот семнадцатый я не знаю кстати она сейчас есть продажи это пряжа или нет пряжа действительно достойная теперь покажу что я начала вязать а я не сказала вам параметры 50 грамм 130 метров вот они производитель тоже рекомендую здесь спицы три с половиной четыре я вижу на спицах три с половиной и свое платье вязала на три с половиной хотя вот видите здесь указано что ручная стирка при 30 градусах я стираю в машине теперь изделие вот я начала вязать реглан так сейчас подниму повыше камеру потому что вроде и небольшое изделие да на ребенка вижу в то же время не помещается в камеру вот значит мой замечательный тоже вижу с анатомическая посадка я так соскучила я вчера поняла как я соскучилась по реглану я на такой степени увлеклась что вот я вчера начала и вот я уже отделила от подреза посмотрите как смотрится в лицевой глади никакой кассины по кругу нет это конечно никакой стирки еще не было вот так покажу вам поближе ложится хорошо петля такой красивый пушок вот этот вот пушок я не знаю камера не фокусирует не хочет фокусировать смотрится до издалека как будто меланж и вот камера все-таки не хочет это передавать прямо не хочет а на самом деле совсем не меланж вот именно эффект деним потертость дады ним это потертость что-то такое вот вот и значит вот такой узорчик мы выбрали я вас и туда и сюда и поближе и повыше но потому что действительно эффект деним очень сложно передать я то вижу хорошо вот рельефность узора видно вам сейчас видно и он не теряется так как допустим в меланже узор его видно отчетливо его видно хорошо но камера предательски не хочет его красиво показать я не знаю с чем это связано и почему так на потому что рибли боя и вот если расправить да вот сейчас вот так он выглядит красивый узор универсальный как для мужчины для женщины вяжется в принципе легко вот под столичка я продвинула никаких мастер-классов я не снимаю потому что потому что зачем это делать я не вижу в этом смысла плюс жарко сидеть в обнимку с камерой мне тоже не хочется поэтому вижу налегке могу его взять везде с собой все-таки шерсть больше прилипает камни нежели хлопок вот но наверное больше я не буду вязать шерстяные вещи в летнее время потому что это просто на грани фантастики а вот хлопковая пойдет короче говоря нравится что получается сегодня продолжу работать над этим изделием нового ничего пока не начинаю потому что я все-таки жду небольшого снижения температуры когда будет не знаю и вот вы видите да я всегда набираю на всегда в большинстве случаев в 98 процентов я набираю на бросовую нить потом я обрабатываю горловину не начинаю сразу с обработки мне этот вариант не нравится а вот этот вариант мне очень нравится вот в общем все хорошечно получается пока пока мне все нравится еще кстати ни одной примерке не было я вязала вчера достаточно допоздна и слава уже спал сейчас он еще тоже спит у меня раннее утро как проснется так сразу примерю на него но я думаю что здесь все хорошо потому что не первый раз я на него вижу растет мальчишка быстро правда вот поделилась похвалилась теперь друзья на помимо вязания я конечно продолжаю заниматься с саши окрашиванием пряжи и покажу вам сейчас цвета которые есть у меня в наличии очень много у меня разобрали цветов которые я даже не успела вам показать вот и много окрашивала по заказу соответственно в наличии слишком много цветов у меня нет ну и буду показывать вам по очереди да потом уже в камеру покажу все вот такой замечательный веселый оттенок который я назвала карнавал классно тут красивые переходы и от бирюзового тут и фиолетовые такие участки маленькие встречаются видно вам вот и малиновый и зеленый его ну просто восхитительно восхитительно красивый оттенок называется карнавал далее у меня есть вот такой оттенок это тропики самые настоящие тропики здесь очень красивые переходы от оранжевого цвета яркого сочного и зеленые и болотные и коричневые общем здесь встречается много различных оттенков изделие должно получиться ярким необычным красивым интересным что можно вязать девочки очень многие вы мне пишите в личку что мигму что можно вязать помимо носочка да все что угодно все что угодно можно вязать и аксессуары и плечевые изделия и жаккард и интарсию какую-то пусть пустить в мире вот вот этой пряжи совмещаясь иной другой пряжи которая подходит по оттенку до единственное что конечно не нужно яркие вот такие вот оттенки с светлой со светлой пряжей компонировать почему потому что любая краска отдает цвет любая независимо от ручную это окрашивание или это производственная до масштабное окрашивание фабричное все равно цвет уходит в воду прежде чем мы начинаем объединять какую-то пряжу мы вяжем петельную пробу то есть мы вяжем образец стираем и смотрим как себя повели там несколько артикулов пряжи да так дальше поехали теперь пойдут оттенки более такие спокойные эта яркость вот такой вот такой замечательный оттенок здесь много вкраплений различных цветов и зеленых и оранжевых да вот такой красивый у него нет название название у него нет но 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 восхитительный и теперь смотрите есть очень похожий но они совершенно разные посмотрите здесь больше зеленых оттенков бирюзовые вкрапления коричневые вкрапления а здесь более больше рыжины вот видите хотя все эти оттенки на за исключением бирюзового бирюзового оттенка вот в этой пасме нет а здесь есть но тоже очень очень красиво замечательно смотрится это для тех кто любит поспокойнее теперь вот такой прекрасный у меня был подобный цвет канарейка ну канарейка у меня была из коричневого и желтого цвета теперь желтый цвет у меня получил небольшие вкрапления вот так переходы очень красивые канарейка номер 2 назовем очень сочно ярко красиво и вот такой оттенок здесь фантастически сложный цвет давайте так стороночку сложный цвет и не серый какой-то пыль на пыль на пыль на розовый что ли я не пыль на розовый я не могу сказать однозначно припыленный оттенок такой сложный правда сложный с желтым цветом на желтом цвете тоже имеются вкрапления черного цвета кстати вот на этом тоже есть как вкрапления черного цвета если мы присмотримся красивый тоже цвет мне мне тоже понравился очень хорошо компанирует между собой сочетается замечательно вот в наличии у меня в данный момент 6 пасм если кто-то из вас кому-то что-то понравилось пишите пожалуйста в личные сообщения я не успею не успеваю окрашивать все и вязать очень много работы у меня но я стараюсь поэтому пряжу раскупают очень быстро кто заинтересовался пожалуйста в личные сообщения туда куда вам будет удобнее или почта или ока или в к можете название можете скрин с экрана сделать и тогда мы с вами обо всем договоримся все друзья на этом я буду завершать сегодняшнее видео пожелаю вам всем творческого вдохновения ровных легких петелек замечательной погоды улыбок позитива и всего самого-самого лучшего всем пока